Супер Конь Что касается ценников 20 тысяч, пускай набор скромный, но я считаю, что он того стоит. Вы получаете в принципе все самое необходимое. Получаете машину, получаете слот в ангаре, получаете открытое все оборудование, которое поможет вам сэкономить в районе 3,5 миллионов серебра, ну и соответственно получаете легендарный внешний вид для данной тачки и после этого вы будете не просто Супер Конь, а Супер Конь Рекс, когда будете играть. Честно говоря, ничего пестрого, ничего такого прям бросающегося в глаза и наверное в этом и есть фишка данного легендарного внешнего вида. Да, действительно не пестро, да, действительно я бы сказал не по-клоунски разукрашено, а просто строго и со стилем. Мне лично очень нравится, хотя с другой стороны я когда-то, как уже сказал, брал его абсолютно голыми, нацепил на него другой каму, который мне тоже заходит. Также стоит отметить, что в набор положили целых 30 штук Х5, причем на все тачки, не конкретно на Супер Коня и они помогут вам либо прокачать какую-нибудь веточку, либо играя на премах или на коллекционках существенно прокачать элитный опыт экипажа. Что касается технических характеристик, ну и абсолютно честного обзора, то абсолютно честный обзор на данную машину на канале уже есть, заходите, посмотрите, ссылочку я оставлю в описании. Сейчас быстренько пробежимся по ДТХ в отношении орудия, ну а все остальное обсудим с вами в бою. Итак, ребят, время сведения очень комфортное, хороший разброс, довольно неплохой ДПМ в 2900, нормальное время перезарядки в 8 с копейками секунд и через каждые 8 с копейками секунд из вашего орудия вылетает 400 единиц альфы на базовых снарядах. По-моему, все довольно-таки классно сбалансировано, плюс к тому, довольно неплохое пробитие в 252 единицы и целых минус 10 угол склонения орудия, который не только помогает играть на неровностях и добавляет комфорта, но и помогает играть от башни. А башня здесь, ребят, за вот этими экранами имеет существенные скосы брони, ну и не является прям легко пробиваемой. Плюс стоит отметить, что комбашня есть, но имеет тоже привиденку и выцелить ее, я бы сказал, не очень удобно, если отыграть от башенки, опуская орудие вниз и пряча свой картонный нижний бронелист. Вот такой вот он супер конь, а давайте теперь возьмем его и порысачим где-нибудь на карте против нормальных живых соперников. Ну что, погнали, давайте будем обсуждать. В свое время супер конь был моей мечтой, и не просто так, а просто потому, что машина действительно этого достойна. Это машина, которую стоит хотеть себе поставить в ангар, и не для того, чтобы она там просто стояла, а для того, чтобы на ней довольно часто выезжать. По моему скромному мнению, пускай я не самый лучший специалист в танках, но данная машина очень круто сбалансирована, причем сбалансирована круто она во всем. В углу склонения орудия и бронированности башни, в точности орудия, в альфе, во времени перезарядки, да в принципе во всем, даже в подвижности, которую ты рассматриваешь не только исходя из того, что данная подвижность хороша, потому что подвижность хороша, допустим, и у пираний в том числе, но только пирание картонное, а этого товарища еще пойди расковыряй, особенно если кто-то грамотно играет от башни. В общем, машина, как я уже сказал, действительно очень круто сбалансированная. И именно вот этот качественный баланс, он позволяет получать удовлетворение от каждого, без исключения боя, вне зависимости от того, вышли вы из боя с победой или с поражением, но и, соответственно, вышли вы оттуда со знаком классности мастер, колобанов, или просто завершили бой с одним фрагом и достойным средним уроном. Короче говоря, машина, ну, прям, я бы сказал, на каждый день. Стоит также отметить, что данная тачка, она, ну, как-то, не знаю, не вызывает привыкания, не вызывает оскомы, и она действительно хороша тем, что сколько бы ты ни играл на супер коне, он тебе не надоедает. То есть нет такого, что машина тебе приелась, и ты больше не хочешь ее выгонять из ангара. Если вдруг тебе необходимо выполнять какие-то боевые задачи, и при этом тебе подходит данная машина, я имею в виду, играя на танках определенной нации, либо в отношении количества наносимого урона и подобных вещей, то, поверьте мне, первая машина, о которой вы будете думать, это будет как раз супер конь, потому что на нем это все делать действительно не только просто, но приятно и весело. Откатываемся немножко назад, понимаю, что ВК-72 навряд ли я сам продавлю, ситуация у нас не очень приятная, трое на пятерых, причем, как я понимаю, дополнительных двое в нашей команде, ну, сугубо статистически находятся, и особо рассчитывать на какие-то мега-результаты навряд ли придется. Но в любом случае постараюсь сделать все возможное, и то, что здесь сейчас даже будет проигрыш, меня, в принципе, не сильно смущает. Я ничего никогда не вырезаю со своих видео, потому что хочу, чтобы вы видели все таким, какое оно есть на самом деле. Я буду использовать голду ради того, чтобы попытаться получить победу, и пускай это каким-то образом отразится на фарме, но все-таки, ребят, давайте будем говорить откровенно. Десятый левел коллекционка, это абсолютно не про фарм, это про фан и про удовольствие. И поверьте мне, супер конь его дарит вам, причем дарит вам с лихвой, с таким остатком, что вы еще и могли бы с кем-то поделиться. Но, круто, круто, блин, лучше бы ты туда поехал и каким-то образом попытался фвхе помочь. Благо фвхе справился. Как вы видите, даже проезжая бортом к проджете, я все равно умудрился получить непробитие. Это приятно. А вот проджета получается довольно-таки некислое пробитие. Жалко, конечно, что не зашло прям 400, но если смотреть в целом, то я бы сказал, что зачастую выходит хороший урон из орудия. Ну и в отношении того, чтобы прям совсем не хватало, то такое бывает редко. Ну все, ребят, проиграли, проиграли сугубо по очкам, но давайте будем смотреть на результаты боя. Результаты боя больше, чем уверен, что, в принципе, достойные для самого боя. С учетом того, как он сложился и с учетом того, как отыграли союзники, я не снимаю с себя никогда вины за что-либо, но когда особо хорошего про союзников сказать нечего, то нечего про них и говорить. 3000 нанесенного урона, один уничтоженный соперник. Результаты фарма нас не интересует, потому что фармить не получится. Я потратил много голды, я потратил достаточное количество серебра, вкладывая в этот бой, но я считаю, что сделал это абсолютно-таки не зря. Стоит похвалить нашего союзника вот этого однозначно, ну и, соответственно, того, который был ниже нас. Жаль, что мы не смогли все-таки нормально закончить данный бой победой, но хочется также отметить, что мы и не вышли из боя, потирая сопли. Мы просто сыграли, так как бой сложился. И что самое важное лично для меня, что даже выходя из вот таких вот боев, я выхожу оттуда в хорошем, приподнятом настроении, с позитивными эмоциями. А это лично для меня значит, что танк стоит того, чтобы его себе приобретать. Рекомендую ли я его? Да, рекомендую. Покупать ли за 20 тысяч в составе набора, здесь уже решать вам. Возможно, он будет на новогоднем аукционе, а возможно, его когда-нибудь выставят на Черную Пятницу, а может быть, он появится в голом состоянии, и вы возьмете его без открытого оборудования и легендарного внешнего вида, как это в свое время сделал я. Здесь уже, как я говорил, определяться исключительно вам. Мое дело показать танк таким, какой он есть на самом деле. И вы его только что видели, без всяких прикрас и в проигрышном бою. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!